Возвращаясь из Питера домой в Тулу, поехали через Звенигород. Два замечания относительно трассы М-11 и ЦКАД. Время нашей поездки конец сентября 2022 года. Трасса М-11 полупустая. Ехать приятно, дорога нормальная, но дорога дорогая. И поэтому и машин мало. Приехали домой, через несколько дней узнали о планируемом подорожании. Проезда с 3 до 8 рублей за километр. Боженьки мои, кто же по этой дороге будет ездить? И еще раз, боженьки мои, когда же они насытятся? ЦКАД, по которому мы ехали от М-11 до М-4, это пятый и первый пусковой участок. Не завидую тем, кому приходится по нему ездить. Если ЦКАД-4, открытый в 2020 году, уже под страхом тюремных посадок, он более-менее похож на дорогу, то пятый и первый пусковой участок, там люди не боятся никаких проблем себе. В общем-то, я пожалел, что поехал не через Москву. Приехали в Звенигород. Времени у нас не так много, и выбрали для посещения только одну локацию, Савино-Старожевский монастырь. Сразу настроение, которое испорчено было дорогой, сразу оно улучшилось. Впечатление, что монастырь находится где-то в лесу. Только вдалеке шумит железная дорога. Полное умиротворение. Савино-Старожевский монастырь. Полное умиротворение и покой. В планах было полетать рядом с монастырем. Красивые места. Монастырь стоит, как я и говорил, в лесу, на холме, внизу речка-Старожка. Ну, интересно, получились бы съемки. Но, оказавшись в монастыре, не захотелось нарушать этот покой жужжанием дрона. Поэтому мы просто прогулялись по этому монастырю, основанному преподобным Савой в 1398 году. Благодатное, кстати, время было для строительства монастырей. Проклятые монголы-татары не брали с православных священников даже десятину. Поэтому монастыри в это время и храмы богатели и строились очень хорошо. Потом это место было любимым местом отдыха и царя Ивана Грозного, и царя Алексея Михайловича Романова. Потом какой-то был период упадка небольшой. После войны с Наполеоном Александр начал вкладывать деньги в восстановление. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Обязательно надо будет съездить еще раз в Звенигород. Уже полноценную поездку. Когда проезжали по Звенигороду, хороший город, приятные впечатления именно вот этой исторической части. Город небольшой, но интересные церкви. есть и монастыри еще есть. В этот раз не дошли до скита преподобного Саввы и до купальни. Будем живы, не помрем, обязательно съездим. Интересное место. Можно будет полетать на дроне. Да, я поменял название канала. Было инфлайт АСП в полете. Мне давно вот эта птичка нравится. Птица называется Скопа. Я из города Скопина Рязанской области. И канал переименовал. Он будет теперь называться Аспрей Студия.